Здравствуйте! В эфире новости Альметьевска. В студии Радик Рахимов. Сегодня в выпуске. Он не пройдет. Ветеринарная служба не пропускает ящуру на территорию республики. Всем раздали, чтобы не допущение, чтобы люди поняли, что это болезнь. Точки приложения сил. Альметьевцы обсуждают, чего бы еще благоустроить в родном городе. В этом, точнее, году сделали территорию каскадов для детей. Совместно с вами. Благодаря вам. Музыкант-виртуоз Азарник. Французский скрипач выступил на альметьевской сцене в сопровождении камерного оркестра. Это человек, который умеет играть все. От классики до кантри, джаза, рока. Ну, что угодно. Ситуацию с вирусом ящура обсудили сегодня на заседании Комиссии по экологической безопасности. Специалисты Республиканского ведобъединения делают все возможное, чтобы не пропустить вирус на территорию республики. На границе с Башкортостаном развернуты контрольно-пропускные пункты, которые контролируют перемещение животных, продуктов и сырья животного происхождения. Подробнее в сюжете. О ситуации вспышкой ящура предупреждены как фермеры сельхозпредприятий Альметьевска, так и главы сельских поселений района. Информировать жителей Нефтеграда об опасности вируса продолжает и Альметьевское ветеринарное объединение. Для этого были изготовлены памятки. Против ящуры, который всем раздали, чтобы не допущение, чтобы люди поняли, что это за болезнь, что это нам даст. Представители ветеринарного объединения еще раз объяснили, что такое ящурь, какие признаки появляются у скота при заражении. Ящур – особо опасное вирусное заболевание животных, которым может заразиться и человек. Самое главное – это у нас источник заболевания. Получается, крупный рогатый скот. Человек может заразиться от крупного рогатого скота, от мелкого рогатого скота. При укреплении сельронового молока. Молоко обязательно, ну, даже не обязательно, а при кипячении этот вирус уничтожает. Инфекция может передаваться через инфицированные предметы, корыто, навоз, шерсть, иногда воздушно-капельным путем. От человека к человеку вирус не передается. Первые признаки заражения схожи с заражением ОРВИ. Альметьевское ветеринарное объединение просит граждан быть бдительными, не заниматься самолечением, а сразу же идти в больницу. Полина Сыраева, Альберт, Батюня, Альметьевск ТВ. Альметьевцы могут получить бесплатную юридическую помощь. В отделе полиции каждый второй вторник с 14 до 17 часов прием граждан ведет юрисконсульт правового отдела майор внутренней службы Эльза Давлетшина. Предварительная запись по телефону 39 23 23. Обращаться в отдел МВД России по Альметьевскому району. Ежегодно более 100 человек в Альметьевском районе умирают от инсульта. Такую цифру сегодня озвучили во время круглого стола в рамках Всемирного дня борьбы с инсультом. Многие уверены, что болезнь поражает лишь пожилых людей. Специалисты это заблуждение опровергают. Какие еще мифы об инсульте развеяли врачи, расскажет наш корреспондент. Это болезнь, признаки которой самому распознать сложно. Нарушение речи и походки, головокружение, тошнота, рвота, резкая головная боль. Все это первые симптомы инсульта. Болезнь опасная и появляется она из-за недостаточного поступления в головной мозг кислорода. А оно вызвано нарушением кровоснабжения. Инсульт сам по себе не развивается вчера, позавчера, месяц назад. Это уже финальная стадия заболевания, по сути. Он развивается десятилетиями за счет гипотинамии, за счет стрессов, за счет повышенного артериального давления, мерцательной артмии. Кроме того, курение, сахарный диабет, малоподвижный образ жизни, неправильное питание также являются основными причинами острого нарушения мозгового кровообращения. По словам специалистов, существует быстрый и простой способ распознать инсульт. Если человек не сможет выполнить стрит действия, это улыбнуться, поднять руки и назвать свое имя, то нужно срочно вызывать скорую помощь. При инсульте существует золотое терапевтическое окно. Это три часа, в течение которых врачи могут оказать помощь пациенту и дать ему шанс избежать серьезных последствий болезни. В первые 3-6 часов, если к нам привезли больного с инсультом, успевают сделать тромболизис, растворить тромб, и пациент возвращается к нормальному образу жизни без каких-то последствий. У людей, которые перенесли инсульт, наблюдается асимметрия лица, появляется слабость, анемение или проличь мышц руки или ноги. Чтобы не стать жертвой нарушения мозгового кровообращения, следует выполнять простые меры профилактики. Измерять артериальное давление и уровень сахара, бросить курить, заниматься спортом, правильно питаться и следить за холестерином. А также регулярно посещать врача. Зарина Нурулина, Полина Сураева, Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ. К происшествиям. 24 октября в первом часу ночи спасателям поступило сообщение о горении дома в селе Тойсюганово. На место прибыли две пожарно-спасательные части. По прибытию было установлено, что в доме пострадавших нет. Из-под крыши дома шел густой дым. Благодаря слаженным действиям пожарных, бревенчатый дом удалось быстро потушить. Предварительная причина возгорания устанавливается. При обнаружении запаха, гари, дыма и огня необходимо немедленно позвонить по телефону 0-1 либо 112. И еще одна информация. С 1 ноября улица Маяковского на участке от Ленина до Клары Цеткин для автотранспорта становится односторонней. Движение будет разрешено вниз по улице. 19 объектов Альметьевска планируется благоустроить за период с 2018 по 2022 год. Архитекторы и проектировщики уже подготовили примерные планы и разработали концепцию будущих общественных пространств. В этот понедельник состоялось очередное обсуждение в рамках проекта формирования комфортной городской среды с представителями предприятий, организаций и учебных заведений. Где жители Альметьевска хотели бы провести свой досуг? Как, по их мнению, необходимо благоустроить городские объекты? Именно на эти основные вопросы предстояло ответить участникам обсуждения общественных территорий. Во второй раз представители предприятий и организаций, студенты, а также все желающие вместе с сотрудниками управления архитектуры решали, как превратить необустроенные объекты нефтеграда в комфортные локации для отдыха и активного времяпровождения. В этом, точнее, году сделали территорию каскаду для детей. Совместно с вами, благодаря вам, в этом году, точнее, также собирались у нас мероприятия совместные и с жителями с вами мы обсуждали это все и построили совместно замечательную детскую площадку. На этот раз встреча была посвящена благоустройству территории за центральной больницей, каскаду прудов, берегов рек Бегашка и Нариманка. Архитекторы подготовили презентацию, в которой представлен подробный анализ, в каком состоянии находится территория сегодня, как взаимодействовать с другими городскими объектами, а также примерный план будущих изменений. Например, на каскаде прудов планируется добавить фонтаны, зону для буккроссинга, зону отдыха на траве, детские площадки и многое другое. Основные критерии – это современность и функциональность. Все эти зоны сконцентрированы таким образом, чтобы максимально использовать имеющуюся территорию и выгодно подчеркнуть существующий ландшафт. Планы прокомментировали и жители нефтяной столицы. Они предложили внести некоторые коррективы с учетом своего видения территории, к примеру, за центральной больницей. Вот как тут надо соблюсти баланс, так как территория больницы подразумевает меньше шума. И вот тут соблюсти баланс между этими спортивными площадками, которые обычно используются, и в темное время суток, когда есть освещение. Еще одно предложение, которое вносилось уже неоднократно – это аллея славы. У всех представителей отраслей есть свои аллеи славы, например. У медиков такого нет. Все предложения по объектам представители Управления архитектуры предложили отправить на электронную почту, которую вы видите на своих экранах. Более подробную информацию об объектах и презентацию вы можете найти на муниципальном сайте района в разделе «Формирование комфортной городской среды». Воспитанники Альмитинского квантуриума создали киборг-таракана. В тело настоящего насекомого они вживили электронную систему, что позволяет им управлять. Эксперимент местных гениев оценили на уровне республики. Проект получил первое место в конкурсе научно-технического творчества «Квантуриада-2017» на обживных челнах. Как создавался киборг, есть ли у разработки практические применения и над чем гении работают сейчас, узнала Елена Марданшина. Вот так обычный мадагаскарский таракан стал киборгом. Таким можно управлять при помощи пульта, что подает слабое электричество кусикам таракана. Эксперимент поставили преподаватели Альмитинского квантуриума. Они рассказали, что электронную схему взяли из игрушки миниатюрного танка. У таракана 260, так зовут подопытного, уже доработана система проводки. Система питания установлена прямо на плату микроконтроллера, чего не было у его предшественников. Тараканов 190 и 240. Все элементы управления припаяны на единственную плату, которую прикрепили к спинке насекомого. Свободное от экспериментов время подопытные спят. Они прячутся под камнями в сухом бассейне, так называется их дом, и шипят на незнакомцев. Да, они шипящие. Вот тоже, кстати, изучали... Это он так сердится? Да, это он так сердится, и ему не нравится, что его трогают. В ходе эксперимента ни одно насекомое не пострадало. К слову, такой эксперимент, по словам наставников, ставили только в Москве и Нью-Йорке. Единственное, пострадали усики, потому что мы их срезали для того, чтобы вжить туда электроды, чтобы вглубже попасть в нервную систему его. Но он без этих усиков может жить и в дальнейшем, потому что во время драк у них бывает, эти усики, они обламывают, они со временем заново вырастают у них. Киборг «Таракан» получил первое место в номинации «Электроника» на конкурсе научно-технического творчества «Квантериада-2017». И это уже не первое достижение в такого рода интеллектуальных состязаниях. Роботы, сделанные маленькими изобретателями вместе с педагогами, помогли завоевать первое и третье место в номинациях «Гольф» и «Буулинг». В «Гольфе» участвуют роботы, у которых есть дополнительный механизм для удара по мячу. Использовались настоящие мячи от «Гольфа». Роботы должны были закинуть мяч в лунку. В «Буулинге» нужно было тремя шарами сбить девять кеглей. Честно говоря, мы вначале ехали больше даже так посмотреть, понять, как это будет, как среагируют ребята, на настрой ребят посмотреть. Больше был акцент на это, ориентировались в результате и получили места. Маленькие гении здесь есть в каждом «Квантуме». Это «Айти Квантум». Здесь ребята без труда создают свои компьютерные игры и программы для VR-очков. Денис, расскажи, над чем сейчас работаешь? Сейчас я создаю программу, которая записывает нужные данные в нужные строки, в файл. Дети у нас занимаются программируют, разрабатывают игры, изучают языки программирования. Дети, которые помладше, изучают визуальное программирование также, которые постарше, они уже имеют за собой серьезные проекты, уже создают свои программы, свои игры, также создают контент для виртуальных очков. Мы обязательно ставим себе цель, для чего это надо, где это потом может пригодиться. Кроме того, что это, естественно, развивает творческое мышление, техническое склад ума, это должно еще обязательно приносить какую-то пользу. И это действительно так. У каждой разработки есть практическое применение. К примеру, управляемый «Киборг Таракан» может стать помощником в разведке нефтяных пластов и даже поможет при катастрофах. Например, если случилось землетрясение и под завалами остались люди, которых сложно найти с помощью обычной техники. Мы по масштабу должны были осваивать более 1020 детей, это проходимость в неделю. Сейчас мы вышли уже за 1200 в неделю. Это получается процентное сношение намного больше, нежели было заложено. И потребность у людей именно в нашем гуманторе, она все-таки изо дня в день. Расширяется и арсенал направлений. Совсем скоро ребята смогут еще и обучаться вождению авто. Уже на этой неделе в Кванториум привезут специальный тренажер – учебный гоночный болид. Елена Марданшина, Альберт Батюня, Альметиск ТВ. Национальные мотивы в классических произведениях. Казалось бы, разве может музыка Моцарта соседствовать с кантри? Совмещать несовместимые удается французскому скрипачу-вертозу Жилю Апапу. Накануне он выступил в драмтеатре вместе с Казанским государственным камерным оркестром «Ля Примавера». Брандербургский концерт номер три Баха в исполнении камерного оркестра с первых минут захватил сердца зрителей. Позже появилась и солирующая скрипка «Жиль Апап». Год назад он уже выступал с оркестром в Казани. От предложения посетить другие города республики французский виртуоз не отказался. Это человек, который умеет играть все. От классики до кантри, джаза, рока, ну что угодно. И потом, на сегодняшний день он считается одним из самых необычных музыкантов в наше время. Звезда-бунтарь, как окрестили его журналисты. Всемирно известный скрипач с легкостью сочетает ирландские мотивы с Моцартом, цыганские мелодии с Бетховеном. Маэстро оригинален не только в исполнении, но и в поведении на сцене. Он может прогуливаться по сцене, сидеть на краю, общаться с публикой, насвистывать мелодии и даже петь. В антракте француз с удовольствием раздавал автографы. Во второй части концерта зрители насладились Сюитой Каприоль, Питера Уорлока в шести частях. А также другими произведениями классиков, сдобренными более современными музыкальными направлениями. Столько звуков, у него столько эмоций, и он столько это передает. Я в восторге. Ну я просто в восторге. Мы, конечно, обалдели. Там школа, там виртуозная ипостась сама по себе, она, конечно, на высочайшем. Да, конечно, такого мусора-то я еще не слышала. Очень весело. Он импровизировал. Мне очень понравилось. И вот то, что музыкант, мне кажется, это здорово, что вот он ходит по сцене, во-первых, так свободно держится. Ну что сделаешь? Ну музыкант от Бога. Ну, может, не че, чего сказать, действительно. Завершающая часть концерта превратилась в самую настоящую импровизацию. В очередной раз Жиль Апап вновь подтвердил свое реноме – виртуозного скрипача и нарушителя канонов. В завершении о спорте. В Альмитевске прошли чемпионат и первенство Республики по спортивному ориентированию. Соревнования прошли на базе Центра детско-юношеского творчества. В них приняли участие более 250 спортсменов из Татарстана, Мариэл, Удмуртии, Башкортостана, Ульяновской области. В их числе и альмитевские ребята. Так, юная спортсменка Анастасия Корниенко в возрастной группе 12 лет заняла седьмое место. В состязаниях среди мужчин первое место занял спортсмен из Ульяновска. Среди женщин – участница из набережных Чулнов. Впереди у альмитевской команды участие в российских соревнованиях по спортивному ориентированию в Сочи. Сегодня в Альмитевске был первый по-настоящему снежный день. С раннего утра дороги накрыло белым ковром. В социальных сетях появляются поздравления с первым снегом. Там же фотографии снегопада из заснеженных улиц. Сразу начались споры, когда же начнется настоящая зима. Кстати, водителям пора серьезно задуматься о замене летней резины. По предварительным прогнозам, снегопад на этой неделе нас еще порадует. И о погоде на завтра, 25 октября. Снег завтра не ожидается, хотя и будет облачная. Температура воздуха ночью – минус 6, днем – плюс 1. Атмосферное давление – 764 мм ртутного столба. На этом у нас все. Эфир продолжит программа «Православный календарь». Если вы стали очевидцем чего-то важного и интересного, если у вас есть вопрос, предложение, жалобы или хорошее известие, то пишите нам по номеру 8 937 579 99 90. Через приложение WhatsApp, Telegram и Viber. Отправляйте фото и видео. А я с вами прощаюсь. До новых встреч на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова